Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Спортмикс» в студии Тахир Гафуров, а спонсором нашей передачи выступает торговый дом «Дордой Плаза». Ищите подходящий спортивный инвентарь по всему городу? Сравнивайте цены! Огромный ассортимент спортивных товаров популярных брендов для взрослых и детей. «Дордой Плаза» – все для вашей спортивной семьи. Во дворце спорта имени Кабау Лука Жамгула прошел чемпионат Кыргызской республики по спортивной борьбе. И сегодня мы вам расскажем о выступлении борцов греко-римского стиля. А спонсором рубрики «Спортплощадка» выступает спортивно-развлекательный центр «Сан-Сити». «Сан-Сити» «Сан-Сити» Субтитры сделал DimaTorzok Итак, во дворце спорта имени Кабаулу Кажемкула прошел чемпионат Кыргызской Республики по спортивной борьбе и сегодня наш рассказ о соревнованиях по борьбе греко-римской. Итак, на ваших экранах финальная схватка весовой категории до 55 кг, где встретились Сардарбек Канужбаев в красном трико и в синем трико Мурадбек Улуулан. Сардарбек представляет команду спортшколы Ленинского района, является бронзовым призером чемпионата Кыргызстана 2021 года, чемпион Кыргызской Республики 2020 года. На международной арене в 2012 году Сардарбек был чемпионом Азии среди кадетов. Вот мы видим, один балл заработал борец в красном трико. Ну и также Сардарбек является серебряным призером первенства Азии 2016 года среди юниоров, чемпион Азии 2019 года среди борцов до 23 лет. Итак, есть возможность у Сардарбека провести результативную атаку в партере за пассивность. Был наказан Мурадбек Улуулан и пытается Сардарбек накатить своего соперника. И удается ему заработать 2 балла, таким образом счет становится 4-0. И счет 2 балла, 6-0 и со счетом 6-0 ведет Сардарбек Канужбаев. Но еще одна атака, здесь не засчитано техническое действие. Со счетом 6-0 ведет борец в красном трико. Тренируется Сардарбек под руководством заслуженного тренера Кыргызской Республики Радбека Мамбетова. Итак, первый период завершен. И давайте посмотрим результативную атаку в исполнении Сардарбека Канужбаева, которую он провел в партере. Итак, при счете 6-0 в пользу борца в красном трико начинается второй период. И теперь Мурадбекулу Улану нужно действовать активно, чтобы его соперника поставили в партер. Итак, Мурадбекулу Улан, спортшкола Ленинского района, Карабалта. Серебряный призер первенства Кыргызской Республики 2017 года среди кадетов. Бронзовый призер чемпионата Кыргызстана 2022 года. Ну и также в прошлом году Мурадбекулу Улан завоевал бронзовую медаль на международном турнире в Петлисинске в Польше. Итак, два балла зарабатывает борец Синий Крико. Таким образом, 6-2 становится счет. Попытался вытащить своего соперника Улан. Не получилось. И выходят спортсмены за пределы ковра. Схватка продолжается в стойке. Итак, злопассивность наказан Сардарбек-Канужбаев. 6-3 становится счет. И у Улана есть возможность провести атаку в партере. И набрать результативные очки. Но, как мы видим, хорошо обороняется Сардарбек-Канужбаев. И не дает своему сопернику провести результативную атаку. Таким образом, по-прежнему в этой схватке ведет борец к красным трекору. Бронзовыми призерами в этом весе стали Нурбалот Бердикулов. Республиканский спортивный колледж спортшколы Ленинского района. И Бешенбек-Улуталайбек спортшколы Ленинского района. Итак, победа Сардарбека Каражбаева. И он становится чемпионом Кыргызстана 2023 года. Следующая весовая категория до 60 килограмм. Здесь встретились Нурмухамед Абдуллаев в красном трико и в синим трико Акыл Сулайманов. Нурмухамед представляет команду дирекции по олимпийским видам спорта и школу Радбека Санатбаева. Является серебряным призером первенства Кыргызстана 2018 года среди кадетов. Серебряный призер первенства Кыргызской республики 2019 года среди юниоров. Бронзовый призер чемпионата страны 2020 года. Чемпион Кыргызской республики. А вот мы видим, попытался провести атаку Нурмухамед, но контратаковал его Акыл Сулайманов. Заработал 2 балла. И повел в этой схватке. Не удалось развить свое преимущество Акылу и схватка продолжается в стойке. Итак, Нурмухамед Абдуллаев является чемпионом Кыргызстана 2021 и 2022 годов. Итак, есть возможность у Акылы провести результативную атаку, пока он уйдет со счетом 3-0. Вот мы видим, 2 балла он заработал, 5-0 становится счет, но сумел накрыть Акылу Нурмухамед. Таким образом, контратакует борец в красном треку и счет становится 7-5 в пользу Нурмухамеда Абдуллаева. Немного опыта не хватило Акулу Сулайманову. Итак, первый период завершен. На международной арене Нурмухамед Абдуллаев завоевал бронзовую медаль чемпионата Азии 2021 года и серебряную медаль на чемпионате Азии 2022 года среди борцов до 23 лет. Тренируется под руководством Нуржигита Ташболотова. Акыл Сулайманов представляет команду Республиканского спортивного колледжа и является чемпионом Кыргызстана 2022 года среди юниоров. Итак, есть возможность у Нурмухамеда Абдуллаева провести результативную атаку. Также в 2022 году, кроме победы на чемпионате страны среди юниоров, Акыл Сулайманов стал бронзовым призером чемпионата Кыргызстана среди взрослых. И также в прошлом году Акыл Сулайманов завоевал серебряную медаль на первенстве Азии среди юниоров. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызстанской республики Мейрамбека Ахметова. Бронзовыми призерами в этом весе стали Курманбек Жапаров РСК и Талайбек Олу Афтандил. Также команда РСК, то есть Республиканского спортивного колледжа. За пассивность еще раз в партер был поставлен Нурмухамед Абдуллаев. Здесь балл не дается, просто дается возможность сопернику провести результативную атаку. Два балла зарабатывает Акыл Сулайманов, но этого недостаточно для того, чтобы догнать Нурмухамеда Абдуллаева. И в итоге схватка завершена. Победу одержал борец в красном трико Нурмухамед Абдуллаев и третий год подряд завоевал звание чемпиона Кыргызстанской республики. Следующая весовая категория до 63 килограмм здесь встретились Дастан Кадыров в красном трико и в синем трико Сеймек Махмудов. Дастан Кадыров представляет команду спортивной школы Таймальбас. Является бронжевым призером чемпионата Кыргызской республики 2020 года. Тренируется под руководством Омуралы Джакобова. Итак, один балл записывается в актив Сеймека Махмудова и у него есть возможность провести результативную атаку в партере. Итак, два балла зарабатывает Сеймек, таким образом счет становится 3-0. И еще одна атака, еще два очка записывается в актив борца в синем трико, таким образом со счетом 5-0 ведет Сеймек Махмудов. Сеймек представляет команду Республиканского спортивного колледжа и город Ош. Является бронзовым призером первенства Кыргызстана 2017 года среди юниоров. Один балл отдал Сеймек Махмудов, таким образом счет становится 5-1. Итак, бронзовый призер первенства Кыргызстана среди юниоров 2017 года Сеймек Махмудов. Бронзовый призер чемпионата Кыргызстана 2022 года. Тренируется Сеймек под руководством заслуженного тренера Кыргызстанской республики. Мейронбека Ахметова. Итак, второй период финальной схватки в категории до 63 кг. Людители борьбы, любители спорта, наверное, знают, что Сеймек Махмудов является старшим братом Акжола Махмудова. Ну, как вы знаете, три брата есть. Бек Султан Махмудов еще есть, который в категории до 97 кг выступает. И вот все трое братьев борцы. Бек Султан Махмудов, Сеймек Махмудов и Акжол Махмудов. И вот Сеймек Махмудов в шестой раз принимает участие в чемпионате Кыргызстанской республики. Пока ему не удавалось завоевать звание чемпиона. И, конечно же, в этот раз Сеймек был настроен, так сказать, уже серьезно. И, конечно же, переживали за него и Бек Султан, и Акжол. Ну, соответственно, их отец. Все они были здесь, во дворце спорта, и поддерживали Сеймыка. И так не сумел Достан Кадыров провести результативную атаку в партере. Он хорошо проводит эту схватку с Сеймек Махмудов и близок к тому, чтобы впервые в своей спортивной карьере завоевать звание чемпиона Кыргызстана. Ну, а бронзовыми призерами в этом весе стали Байяман Каримов, республиканский спортивный колледж, и Бакадбеку Бекназар, школа Радбека Санатбаяна. Итак, время схватки завершено, и в итоге Сеймек Махмудов впервые в своей спортивной карьере завоевывает звание чемпиона Кыргызстана, с чем мы его и поздравляем. Следующая весовая категория до 67 кг. Наверное, одна из самых ожидаемых схваток чемпионата Кыргызстанской республики. Это было так, как здесь встретились Розак Бешикеев. Вот мы видим, Розак был в атаке, он в красном трепо, но никак не было оценено это действие. И соперником у Розака был Тенар Шаршенбеков. Более опытный и, так сказать, по возрасту более зрелый. Ну вот, появилась возможность у Розака Бешикеева провести результативную атаку 1-0, пока он ведет в этой схватке и пытается вытащить Тенара. Пока не удается, хорошо обороняется Тенар Шаршенбеков. Ну и в итоге решили накопить. Не стал тащить Розак своего соперника. Заработал 2 балла накатом. Таким образом, счет стал 3-0 в пользу борца в красном трепо и схватка будет продолжена в стойке. Итак, Розак Бешикеев. Чемпион Кыргызстана 2019 года среди кадетов. Серебряный призер первенства Азии 2019 года среди кадетов. Чемпион Кыргызстана 2021 года среди юниоров. Чемпион мира 2021 года среди юниоров. Серебряный призер чемпионата Азии 2022 года среди юниоров. Тренируется Розак под руководством заслуженного тренера Кыргызстан Республики Араббека Манбетова. Итак, пока ведет в этой схватке Розак Бешикеев. И Тенару, конечно же, нужно действовать более активно. Появилась у него возможность провести атаку в партере. Итак, Тенар Шаршинбеков. Команда дирекции по олимпийским видам спорта. Школа Радбека Санадбаева. Чемпион Кыргызстана 2017 года среди юниоров. Серебряный призер чемпионата Кыргызстана 2018 года. Итак, 2 балла зарабатывает Тенар. Сравнивается счет и 4 балла записывается в актив Розака Бешикеева. Таким образом, вновь впереди борец в красном треку. Также Тенар является чемпионом Кыргызстан Республики 2020 и 2022 годов. На международной арене он был бронзовым призером первенства Азии среди юниоров 2017 года. Чемпион Азии среди взрослых 2022 года. Также в прошлом году Тенар стал серебряным призером исламских игр в солидарности. Тренируется под руководством заслуженного тренера Кыргызстан Республики Шухрата Ушурова. Итак, 2 балла записывается в актив Кынара Шаршинбекова. И облизится схватка к завершению. Вновь пытается Кынар Шаршинбеков атаковать. Нужно еще немного поднапрягться, но не получилось у Кынара. Попытался он провести прием, но сам накрылся и в итоге в этой интереснейшей схватке со счетом 9-7 победу одержал Розак Бишикеев. Вот именно про такие схватки говорят, что встретились опыт и молодость. Итак, победа Розака Бишикеева и он становится чемпионом Кыргызстана. Бронзовыми призерами в этом весе стали Халмурат Ибрагимов, школа Радбека Санатбаева и Ченебек Улу Равшан, спортивная школа Тайманбас. Следующая весовая категория до 72 килограмм. Здесь встретились Адилхан Нурланбеков, он в красном трико и в синем трико Кенежбек Улу Норжигит. Адилхан Нурланбеков представляет команду школы Радбека Санатбаева, является чемпионом Кыргызской Республики среди юниоров 2021 года, бронзовый призер первых игр стран СНГ 2021 года, бронзовый призер чемпионата Азии 2022 года, чемпион Азии 2022 года среди борцов до 23 лет, тренируется под руководством Артыка Жалчубекова. Ну а мы видим, что один балл заработал Кенежбек Улу Норжигит, у него есть возможность провести результативную атаку, это ему удается, зарабатывает результативные баллы, но не получилось положить на туше Норжигит у Адилхана, и схватка продолжается в стойке. Кенежбек Улу Норжигит представляет команду Республиканского спортивного колледжа, является серебряным призером первенства Азии 2019 года среди юниоров. Ну вот мы видим еще одного представителя Республиканского спортивного колледжа, который дошел до финала, но напомню, что представители команды РСК еще школьники, в принципе еще кадетский возраст, но вот уже показывают довольно неплохие результаты наши кадеты во взрослой борьбе. Итак, второй период схватки, пока ведет Кенежбек Улу Норжигит и пытается Адилхан Норланбеков как-то переломить ход встречи. Все-таки Адилхан поопытнее, чем Норжигит. Но тем не менее, вот мы видим, что довольно хорошо обороняется борец с синим трикой и не собирается уступать своему более опытному сопернику. Бронзовыми призерами в этом месте стали Абдул-Азиз Аскарбеков Республиканский спортивный колледж и Тенштеку Улу Хабибулла Октябрьский. Итак, Адилхан Норланбеков в атаке проводит прием, но, насколько я понял, никак и не было оценено это действие. И схватка продолжается в стойке. Ну, вы видите, вот дворец спорта практически заполнен. Очень много зрителей пришло поддержать, спортсменов. На очень высоком уровне прошел у нас чемпионат страны. Но, в принципе, последние годы довольно хорошо и на высоком уровне проводятся у нас чемпионаты. Итак, победа Кенышбеку Улу Нурджигита, представителя Республиканского спортивного колледжа. Как я уже говорил, молодежь наступает на пятки более взрослым своим товарищам. Следующая весовая категория до 77 килограмм. Здесь встретились Марс Улу Орлан. Он в красном трико и в синим трико. Макс Адбеку Улу Эрискильды. Ну, вот мы видим, провел результативный прием Эрискильды. Ну, захотел развить преимущество, но контратаковал его Орлан. И в итоге отыграл 2 балла. И пытается еще провести результативную атаку, но пока не получается. Хорошо стоит в партере Макс Адбеку Улу Эрискильды. И схватка будет продолжена в стойке. Марс Улу Эрлан представляет команду Республиканского спортивного колледжа и город Жалабад. Является чемпионом Кыргызстана в 2022 году среди юниоров. Бронзовый призер международного турнира Ушкин 1-го 2022 года. Серебряный призер чемпионата Азии 2022 года среди юниоров. А мы видим еще одну атаку в исполнении Эрискильды. Зарабатывает он 2 балла. И попытался Марс Улу Эрлан провести прием. Но вот мы видим, поймал его Эрискильды и пытается положить на тушу своего соперника. Бронзовый призер международного комбеса стали Орункуни Улу Эрюкзат, школа Радбека Санатбаева и Алибек Бергуев, спортшкола Леденского района Бешсары. Но мы видим, что удалось Макс Адбекуу Улу Эрискильды положить Эрлана на тушу. И в итоге Эрискильды становится чемпионом Кыргызской республики весовой категории до 77 килограмм. Ну как любители спорта, любители борьбы с Аид, именно в этой весовой категории выступает наш чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Аджол Махмудов. В чемпионате страны участие не принимал Аджола Жаломанова Шаршинбекова освободили от выступлений на этом турнире. И вот вообще-то и Аджола чемпионом страны в этом месте стал Макс Адбеку Улу Эрискильды. Следующая весовая категория до 82 килограмм. Здесь встретились Асан Джанышев, он в красном трико и в синим трико Акалбек Таванбеков. Асан представляет команду города Жаломбеков, является чемпионом Азии 2022 года среди кадетов. То есть практически еще совсем молодой борец. Соперник Асана Акалбек Таванбеков представляет команду дирекции по олимпийским видам спорта Республиканский спортивный колледж. Также еще достаточно молодой, так сказать, парень. Итак, есть Акалбека возможность провести результативную атаку. Пытается взять он своего соперника обратным захватом. Будет, наверное, тащить. Но пока обороняется Асан Джанышев, мне удалось Акалбеку провести атаку. Но нет, вот два балла все-таки он заработал. Два балла заработал борец синим трико. И таким образом счет стал 3-0. Акалбек Таванбеков является чемпионом Кыргызстана среди кадетов 2016 и 2017 годов. Чемпион Кыргызстана среди юниоров 2019 года. Бронзовый призер чемпионата страны 2021 года. Чемпион Кыргызстанской республики 2022 года. Итак, завершил у нас первый период и давайте посмотрим результативную атаку в исполнении Акалбека Таванбекова. На международной арене, то есть тоже есть результаты у Акалбека. Он является бронзовым призером первенства Азии 2017 года среди кадетов. Серебряный призер первенства Азии 2019 года среди юниоров. Чемпион Азии 2022 года среди борцов до 23 лет. Тренируется Акалбек под руководством заслуженного трейдера Кыргызстанской республики Радбека Мамбетова. Бронзовыми призерами в этом весе до 82 килограмм стали Бексунтан Назарбаев. Школа Радбека Санадбаева, дирекция по олимпийским видам спорта. И Тимирлан Бектурдеев, представитель школы Радбека Санадбаева. Итак, пытается Асан Жанышев работать первым номером. И в итоге за пассивность наказан Акалбек. Один балл записывается в актив борца в красном трико. И у Асана Жанышева есть возможность провести результативную атаку. Но за ноги уже, за ноги тут получилось, взял Асан своего соперника. И естественно, схватка была остановлена и продолжается в стойке. По ходу схватки ведет Акалбек Таванбеков. Ну, хотелось бы напомнить, что президентом Федерации спортивной борьбы является Мелестак Таванбекович Курганбаев, первым вице-президентом Федерации Асалбекулу Дамербек. Вице-президентами Федерации являются Алмазбек Боев, который курирует вольную борьбу, и Ахрор Иминов. Он курирует греко-римскую борьбу. И, в принципе, вот благодаря вице-президентам Федерации очень на высоком уровне прошел этот турнир. Кстати, были приглашены судьи на этот турнир из Казахстана и из Узбекистана. Из Казахстана Игорь Легай и из Узбекистана Тахир Гулянов, судьи олимпийской категории, которые помогали обслуживать этот чемпионат. Итак, победа Акалбека Таланбекова. И он становится чемпионом Кыргызстана 2023 года. Следующая весовая категория до 87 килограмм. Здесь встретились Азат Саледдинов. Он в красном трико и в синим трико от Абек Азизбеков. Азат Саледдинов является серебряным призером первенства Азии 2018 года среди юниоров, серебряный призер чемпионата Азии 2022 года среди борцов до 23 лет. Итак, за пассивность наказан Азат. Один балл записан в актив Атабека Азизбекова. И у борца в синим трико есть возможность провести результативную атаку. Как два балла записывает Атабек в свой актив, таким образом треволь становится счет. И здесь, по-моему, один балл записан в актив Азата. Накрылся Атабек, и схватка продолжается в стойке. Атабека Азизбекова любители спорта хорошо знают. Представляет он команду дирекции по олимпийским видам спорта. Бронзовый призер чемпионата Азии 2011 года среди кадетов. Чемпион Азии 2012 года среди кадетов. Бронзовый призер чемпионата мира 2012 года среди кадетов. Трехкратный серебряный призер чемпионата Азии среди взрослых. В прошлом году Атабек стал бронзовым призером международного турнира Балата Фабулханова и бронзовым призером исламских игр Солидарности. Кстати, два злых Атабека Азизбекова в 2018 и 2019 году боролся за третье место на чемпионате мира, но не удачно. Оба раза становился пятым. Итак, есть возможность у Азата Солиддинова провести результативную атаку и пытается он накатить более опытного соперника, товарища, так сказать, по команде, и это зато удается, и схватка продолжается в стойке. Ну и также можно отметить, что Атабек Азизбеков является участником Олимпийских игр в Токио. Бронзовыми призерами в этой весовой категории стали Руслан Царёв, представитель команды дирекции по олимпийским видам спорта, и коллегин Азизбеков. Также представитель команды дирекции по олимпийским видам спорта. Ну а мы видим атаку в исполнении Атабека Азизбекова, и в итоге выигрывает Атабек эту схватку и в очередной раз завоевывает звание чемпиона Кыргызской республики. Очень опытный борец Атабека Азизбеков. И поздравляем мы его с очередной победой. И еще одна весовая категория до 97 кг здесь встретились Раймалы, Улы и Нурман Беттон в красном трико и в синем трико Аркыта Разбеков. Нурман Бетт представляет команду Республиканского спортивного колледжа и спортшколу Ленинского района. Является серебряным призером чемпионата Азии 2022 года среди юниоров. Бронзовый призер первенства. Мира 2022 года среди юниоров. Его соперник Аркыта Разбеков, который пытается накатить Нурман Бетта, представляет команду школы Радбека Санатбаева. Является серебряным призером чемпионата Кыргызстана 2022 года. В прошлом году Аркыта Разбеков в финальной схватке уступил Озеру Джосубекову. Тренируется Аркет под руководством заслуженного тренера Кыргызской республики Хакима Махмудова. Бронзовыми призерами в этом весе стали Бигджан Жумабеков, Республиканский спортивный колледж, Идастан Иманбердеев, школа Радбека Санатбаева. Ну и весовой категории до 130 кг финальной схватки не состоялось. Победителем в итоге, победителем чемпионата стал Роман Ким, представитель команды дирекции по олимпийским видам спорта школы Радбека Санатбаева. Второе место занял Меляз Марков, школа Радбека Санатбаева. И бронзовыми призерами стали Самоган Армонов, школа Радбека Санатбаева и Орлан Манатбеков, также представитель школы Радбека Санатбаева. То есть, в супертяжелой весовой категории до 130 кг весь пьедестал заняли воспитанники школы Радбека Санатбаева. Ну а мы с вами смотрим второй период финальной схватки весовой категории до 97 кг. Раймалы Уллу Нурман Бет против Аркута Росбекова. Кстати, вот в этой весовой категории выступает чемпион Азии Узюр Джосеф Беков, но в этом чемпионате он участия не принимал. Итак, есть возможность у Нурман Бета провести результативную атаку. Обороняется Аркут Росбеков, но тем не менее, вот Раймалы Уллу Нурман Бет два наката уже провел, заработал 4 балла и довольно уверенно ведет в этой схватке. Ну и также хотелось бы отметить, что чемпионы Кыргызстана, так сказать, свежеиспеченные, примут участие во втором рейтинговом турнире, который пройдет в конце февраля в Египте. Итак, во время схватки завершено. Давайте еще раз посмотрим атаки в исполнении Раймалы Уллу Нурман Бета, призера чемпионата Азии и чемпионата мира 2022 года среди юниоров. И поздравляем его с победой. Мы желаем нашим борцам успешного выступления в этом году. А сегодня у нас в гостях первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Кыргызстана Ассалбеку Улу Дамирбек. Здравствуйте, Дамирбек. Прошел у нас чемпионат Кыргызской республики по спортивной борьбе. Но давайте сначала, наверное, немного об итогах прошлого года. Как для борцов сложился прошлый год? Добрый день. Во-первых, спасибо, что пригласили. Хочу вкратце подчеркнуть, что прошлогодний год был феноменальным для Кыргызстана. Все в курсе, что наши борцы завершили год успешно. Я хочу в четкости подчеркнуть это. В самом истории первый раз у нас завоевано две золоты в истории Кыргызстана по борьбе. Также хочу сказать, что в истории первый раз наш Джобаман Шаршембеков стал лучшим борцом мира. А Джобам Ахмудов лучшим борцом Азии. И также без федерации тоже никак. Наша федерация тоже свои большие труды, большие вклады делает. И наша федерация стала лучшей федерацией Азии. Где в континенте 39 федераций. Вот такие были хорошие успехи уходящего года. Поздравляем вас с этими достижениями. Ну и теперь о годе нынешнем, 2023. Очень насыщенный год для наших борцов, вообще для наших спортсменов. Будет уже начнутся лицензионные турниры к Олимпийским играм. И, наверное, немного о программе наших борцов. Как они будут готовиться к чемпионату мира. Ну, в январе у нас прошел чемпионат Киргизии. Все были очевидцами, все болели, смотрели. И по вольной, по греко-римской борьбе мы определили свой состав на 2023 год. После чемпионата Киргизии. Первый был у нас в Хорватии рейтинговый турнир, куда попали наши девчонки. Айпери и Айсулу отборолись. Ну, это первый старт. Серебряным призером Айпери Медецкзы стала. У Айсулу первый старт. Ну, она тоже отборолась после травмы. Но еще все впереди. Я надеюсь, она отборется. И вчера вот у нас приехала сборная Кореи. Они 15 дней были здесь. Ну, я образно говорю, вчера они 15 дней здесь были, сегодня уже улетают. Это сборная вольная, сборная греко-римская, сборная женская борьба. На Иссыкуле прошли плодотворную 15-дневную общую физическую подготовку для функционалки, ну, для старта будущего года. Это по всем, по подготовкам на будущий год. И 20 февраля у нас будет уже, первое в Хорватии было, второй рейтинговый турнир. Это будет в Египте. Наша сборная готовится. Сначала греки начнут, греко-римская, и потом вольники, девчонки завершат. После этого, также, не отходя далеко, я хочу подчеркнуть, у нас первый раз в истории мы попали в календарный план в ЮВИ. И у нас в июне, первого по пятого, будет проходить третий рейтинговый турнир, который все мировые борцы впервые соберутся у нас в столице Бишкеки и будут оспаривать, кто будет в этом рейтинговом турнире в своей позиции на 23-й год. Ну, это получается по вольной борьбе международными турнирами? По вольной, по греко-римской, по женской. И она официально уже в программе ЮВИ вбита, как по вольной борьбе Ходжумкула, по греко-римской борьбе Радпека Санатпаева и по женской борьбе. По трем видам мы проведем третий рейтинговый турнир, но в годовом, в программе ЮВИ есть четыре турнира. Ну, один из них будет проходить у нас в столице Бишкеки в начале июня, с первого по пятого. И с десятого по восемнадцатого у нас также будет проходить. Мы в этом году взяли, ну, после всех анализов, после всех проведенных турниров, Федерация Азии, это ЮВИ Азии, нам предоставила провести чемпионат Азии Ю-17, Ю-23. Она тоже будет проходить с десятого по восемнадцатого. И, в принципе, у нас в начале июня для столицы, для Кыргызстана будет праздник борьбы, праздник спорта, где соберутся все сильнейшие спортсмены мира, все сильнейшие спортсмены Азии. Это вот наши такие. И в сентябре, ну, все эти турниры, все эти сборы, все эти подготовки мы целенаправленно спортсменам направляем. Сентябрьский турнир будет. Это лицензионный, я также повторюсь, лицензионный турнир – это основное. Первая тройка – это завоевывает лицензию на 2024 год, на Олимпийские игры, которые будут состояться в Париже. Первая тройка или там пятеро бороцов получается? Ну, у нас же, как бы, получается, две тройки же сейчас. Две тройки, первая, вторая, две тройки и один. Ну, ЮВИ сейчас смотрит, как будет по программе проходить. Ну, чтобы в Олимпийские игры будет первая пятерка была. Да, было первое, второе, два третьих, два пятых. Говорят, что в этом году пятые места будут между собой еще бороться. Ну, вот сейчас ЮВИ рассматривает, как будет проходить это. Ну, будем настраиваться на медаль, на первую тройку, а там уже путевка сама придет. Вот рейтинговых турниров четыре у нас в году, получается, у борцов. Вообще, что вот эти рейтинговые турниры дают? Рейтинговые турниры дают, вот смотрите, все эти четыре турнира наши борцы, как в каждом весе, оспаривают. И кто лидирует первое, второе место, их на чемпионате мира разбрасывают на две группы. И на них раскидывают остальных борцов. И две сильнейших борца, которые лидировали целый год, они встречаются, если пройдут эти группы, они встречаются в финале. То есть до финала они не могут встретиться? Нет, нет, до финала они могут. Для этого рейтинговые турниры. Потом, как вы знаете, у ЮВИ есть программа такая. За год, кто лидирует, становится лучшим борцом своего веса. В конце года от ЮВИ свой призовой фонд в денежной премии дается. Это тоже как мотивация для спортсменов. И он уже по баллам определяет, кто сильнейший борец в своем весе. Но вы, наверное, все в прессу смотрите. В Акипрессе везде пишут, что на сегодняшний день наши борцы уже не как раньше. Вроде борются, борются. И кто чемпион, нам только знали. А сейчас на сегодняшний день уже определяется, кто лидирует в каждой своем весе. Ну, у нас в греко-римской борьбе сейчас Жаламан и Акжоу в первые в мировом рейтинге. Атабек Азизбеков в девятый. Амантур Исмаилов в четвертый в рейтинге. И еще кто-то у нас. По-моему, Тенарх Шершенбеков в девятый тоже. То есть, пятеро борцов из десяти категорий у нас в десятке лучше. Те борцы, которые за прошлый год бороли на всех официальных стартах, во-первых. И где-то в тройке сидели, где-то в шестерке сидели. И по рейтингу очков они на сегодняшний день занимаются. Ну, занимать свои позиции. Ну, я думаю, до следующего, до этого, который у нас в сентябре будет чемпионат мира в Сербии, она утвердилась, тоже хочу подчеркнуть. В прошлом году тоже в Белгороде в Сербии была. В этом году тоже в Сербии взяли провести лицензионный чемпионат мира. Я надеюсь, Сербия для нас удачная страна. В прошлом году наши ребята удачно выступили. В этом году, думаю, тоже повторят. И самая основная задача – это олимпийская путевка. И до чемпионата мира уже, в принципе, мировые борцы определятся по рейтингу. Кто уже на какой позиции, там уже пара очков, там остаются азиатские игры, чемпионат мира. Там уже могут, в принципе, наши болельщики видеть, кто лидирует в своем весе. Я знаю, вы напрямую общаетесь с президентом Федерации спортивной борьбы России, Михаилом Мамиашвили. Что слышно о россиянах и белорусах? Допустят их в чемпионат мира? Нет какие разговоры? Ну, я также хочу подчеркнуть, что в прошлом году в чемпионате мира была большая конференция ЮИВИ. Собирали все члены бюро и также поддерживали… Ну, одна из главных повестков дня это было, чтобы допустить сборную России до лицензионных, до вот этих турниров на турниры, чтобы допустить российских борцов. Ну, это до сегодняшнего рассматривания, как вы знаете, мы являемся членом Олимпийского комитета, Международного Олимпийского комитета, и мы все-таки будем отталкиваться, и также Россия будет отталкиваться от Международного Олимпийского комитета, какое решение они примут. Ну, за прессой все следят, наверное, сегодня уже какие-то уже позиции выходят, чтобы до официальных лицензионных турниров, чтобы у них был допуск, ну, без флага, без гимена, но под каким-то… Под нейтральным статусом. Да, под нейтральным статусом, чтобы они принимали участие до Олимпийских игр, чтобы завоевать лицензии. Еще вот, по-моему, азиатские игры, чемпионат мира, там они рядом, да, где-то стоят? Да, да, очень рядом. Как получится? У нас на азиатских играх будет один состав, на чемпионате мира другой, или как это определяться будет? Ну, это мое мнение, мы еще со сборной, с тренерами будем решать. Для нас, и не только для нас, для всех, наверное, Олимпическая путевка – это основная. И для спортсмена, и для страны, потому что, если он сейчас в Белгороде завоюет лицензию, он может спокойно уже готовиться в Лондон, в Париж, на Олимпийские игры, без суеты, без вот этих весогонок, ну, нервы. Но это будет все в покое, и большая надежда, и большой шанс на Олимпийский медаль, она хороший шанс дает. Поэтому для наших спортсменов это основная, это чемпионат мира в Белгороде. А вторые номера будут на азиатских играх выступать. Если те же первые номера в этих турнирах плохо отборятся, или какие-то тяжело, ну, как-то отборятся плохо, или какие-то у них после чемпионата мира останутся потенциал, мы будем рассматривать их, кое-какие веса уставлять на азиатские игры. Ну, дело в том, что в настоящее время, по-моему, первые и вторые номера у нас практически одинаковы во многих категориях. У нас сейчас конкуренция хорошая. Это очень хорошо. Вот чемпионат в Киргизии прошло. Молодежь добавили. Ну, я также хочу еще подчеркнуть. 20 лет составил сборную молодежи, если он уже показывает на уровне чемпионата мира медали, это ярый кандидат и хороший потенциал для взрослой борьбы. Это так и было, так и будет. Вчера чемпионат в Киргизии прошло. Наши молодые чемпионы, которые стали по 17 лет чемпионами в Киргизии, они вчера по молодежи уже завоевали золотые, серебряные, бронзовые медалисты. Они сегодня показывают хорошую борьбу, которую можно показать на мировом уровне. Одной сенсацией была, что чемпион Азии по юниорам выиграл чемпион Азии по взрослым. Бежене Розака выиграл Тенара Шаршинбекова. Да, вот хорошая схватка была, 66 килограмм. Ну, в этом весе тоже хороший потенциал есть, ребята хорошие. Я думаю, в каждом весе первая четверка такие ребята друг к другу бал-бал уступают. Еще время есть. Третий рейтинговый турнир, который у нас будет проходить в Бишкеке, это Хабаул Ходжумкула, Радпика Санатпаева, тоже покажут наших борцов, на каком они стадии, на каком позиции они будут уже себя чувствовать ближе к чемпионату мира. Это тоже хороший старт. Желаю удачи, Дамир Бек, чтобы наши ребята хорошо подошли к чемпионату мира. Ну и в завершении разговора вот пару слов можете сказать телезрителям. Я хочу поблагодарить всех наших болельщиков, наших спортсменов. И не только в борьбе. Этот год основной для всего спорта. Я хотел бы пожелать, чтобы наши спортсмены по всем видам, чтобы за войу большие медали, чтобы и путевки взяли на Олимпийские игры. Это мое огромное желание. И хотелось бы, чтобы в 2024 году исторически Олимпийское золото в Кыргызстане было. И к этому будем помогать. Все идти и дружно также двигаться вперед. Спасибо. Всем удачи. В основном для наших спортсменов удача нужна. А мы будем поддерживать. У нас в гостях был первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Кыргызской республики Асалбеку Улуда Мирвек. Спасибо, что пришли. Спасибо большое. До свидания. Спасибо. А сейчас наша традиционная рубрика, из которой вы узнаете о новостях Карвин Спорт Клуба. Карвин Клуб Карвин Клуб – это спортивно-оздоровительный комплекс с огромным выбором направлений и услуг в сфере фитнеса, плавания, тенниса и настольного тенниса. Одним из наиболее популярных и востребованных направлений является плавание. Вообще, плавание в Карвин Спорт Клубе – это одно из самых первых направлений фитнес-клуба. В одно время здесь проводилось очень много соревнований, таких как чемпионаты страны, чемпионаты города Бишкек, различные международные турниры. Кроме того, здесь базировалась сборная команда Кыргызстана по плаванию. Так что о плавании здесь знают не понаслышке. В настоящее время в бассейне Карвин Клуба работает целая команда высококвалифицированных специалистов. Это мастер спорта международного класса, бронзовый призер чемпионата Азии, участник Олимпийских игр в Лондоне Дмитрий Александров. Мастер спорта международного класса, участник чемпионатов мира Рамазан Тайматов. Мастер спорта международного класса, серебряный призер чемпионата Азии Кирилл Вайс. Мастер спорта международного класса, призер чемпионата Азии Станислав Карнаухов. Мастер спорта международного класса, неоднократный победитель и призер международных турниров Султан Букеев, призер республиканских соревнований, кандидат в мастера спорта Виталий Глазков, неоднократные призеры чемпионатов Кыргызстана, кандидаты в мастера спорта Анна Жукова и Бек Садыгалеев. А сегодня о секции плавания нам расскажет неоднократный рекордсмен и чемпион Кыргызстана по плаванию, мастер спорта Александр Слепченко. Добрый день, меня зовут Александр, я инструктор водных программ Карвен Спорт Клуба. Сегодня я расскажу вам, почему так полезно плавание. Плавание полезно для детей, так как укрепляет иммунную систему, развивает дыхательную систему, укрепляет мышцы, выравнивает осанку. Также это один из основных базовых видов спорта, после которого можно идти заниматься в любые другие виды спорта. Благодаря плаванию ваши дети станут выносливыми, сильными и здоровыми. Приходите к нам в Карвен Спорт Клуб. В общем, добро пожаловать в Карвен Клуб, фитнес-клуб премиум класса номер один в Кыргызстане. Не можете поделить телевизор дома? Второй не помогает. Восьмизальный кинотеатр в Дордой Плаза. Зал Аймакс. И новый зал Долби Атмос с ошеломительным звуком. Дордой Плаза. Погрузись в другую реальность. Дорби Атмос с ошеломительным звуком. Время нашей передачи подошло к концу. С вами был Тахир Гафуров. До свидания. До следующих выходных. Дорби Атмос с ошеломительным звуком.